Заплатить долги и жить спокойно. О гражданском долге в день государственного флага России жителям губернии напомнили судебные приставы. Каждый желающий мог пройти в шатер управления федеральной службы и выяснить, есть ли он в черном списке. Здравствуйте. Хочу узнать о своих долгах. Изминайку Ольга Геннадьевна. Геннадьевна, у твоих. Поздравляю, у вас долгов нет. Замечательно, спасибо. Вы знаете, бывает как. Едешь за рулем и приходит где-то что-то куда-то непонятное, письмо счастья, и не всегда успеваешь вовремя оплатить, скажем, вот эти автомобильные штрафы. А потом оказывается так, что ты уже должен. Для многих итоги визита к приставам оказались неожиданными. Теперь будут разбираться в причинах задолженностей. У меня за коммунальные услуги в промышленном районе на декабрь месяца 2014 года у меня задолженность в размере 12 тысяч. На декабрь месяца 2014 года у меня квартира была продана. Прибегать к нестандартным подходам в работе приходится часто, говорят в ведомстве. Неплательщиков в Самарской области немало. Многие скрываются от исполнения судебных решений. Проблемы имеются, потому что многие должники у нас не имеют официального места работы, в связи с чем мы не можем обратить взыскание на их какие-то доходы. Имеются, не всегда соответствуют месту жительства, месту регистрации. То есть и вот сталкиваясь с повседневной деятельностью с такими проблемами, ну это основной спектр проблем, с которыми мы сталкиваемся, что препятствует соответственно исполнению решений суда. Со злостными неплательщиками не церемонятся. За уклонение от уплаты алиментов, к примеру, могут даже лишить свободы на год. Чтобы не доводить до крайностей, приставы советуют всегда быть в курсе своих дел. Узнать о долгах можно и с помощью интернета, зайдя на сайт Управления Федеральной службы в разделе «Банк данных исполнительных производств». Павел Баймаков, Мария Анна Мирная, Алексей Золотенков. События.